В 2019 году вся научная общественность нашей страны широко отмечала 100-летний юбилей академической археологии. И надо сказать, что российская академическая археология имеет очень много славных имен. И одно из самых ярких, замечательных, это, конечно, имя Василия Алексеевича Городцова. Человека удивительной, очень сложной судьбы. Человека, которого жизнь вкладывалась непросто, не баловала его. Тем не менее, человеку, который посвятил всю свою жизнь, отдал все свои силы, все свои знания не только преподавательской деятельности, научной деятельности, но и службе, отечественной культуре, отечественному музейному леву. Надо сказать, что Государственный исторический музей, в стенах которого проходила конференция, организованная Институтом археологии Российской академии наук, был рад, что в ходе докладов, а на конференцию приехало много гостей из стран ближнего зарубежья, дальнего зарубежья, выступали, конечно, ведущие специалисты-археологи из нашей страны, прежде всего, безусловно. Все радовались этому удивительному и замечательному событию. Все-таки сто лет отечественной археологии это дорогого стоит. И несколько раз упоминалось имя Василия Алексеевича. Это абсолютно заслуженно и правильно, потому что без этого человека, во всяком случае, в историческом музее, но я думаю, что на самом деле и гораздо шире, в целом, по крупнейшим ведущим научным учреждениям нашей страны, не было бы того костяка замечательных ученых и специалистов, которые заслуженно считаются выходцами и представителями замечательной археологической школы Василия Алексеевича Городцова. Среди них такие знаменитые фамилии, как Эдинг, Крупнов, Крайнов, Смирнов, Фос, ну и даже будущие академики Борис Александрович Рыбаков, Арцеховский, Артемий Владимирович. То есть это действительно один из основоположников академической археологии в нашей стране. Городцов пришел на работу в исторический музей в 1903 году. И проработал, может быть, и не так долго, 26 лет до 1929 года, кто-то скажет, более четверти века. Но нам известны музейщики, которые работают в музеи по 50-60 лет. Для музейной работы, для музейного дела это не редкость. Тем не менее, то, что сделал Городцов для исторического музея, для археологической науки в целом, невозможно переоценить. В Гиме он просто систематизировал археологические коллекции. Благодаря его усилиям было заказано новое оборудование. Коллекции были достойно размещены. Ими стало можно пользоваться. Он активно использовал их на экспозиции. Ученые из разных стран и, прежде всего, из нашей страны получили свободный доступ к коллекциям, как находящимся в фондах исторического музея, так и расположенным на выставках и экспозициях исторического музея. Кроме того, Городцов очень много преподавал. Он преподавал и в Московском государственном университете, и в Московском институте философии, литературы и искусства, в институте антропологии, в Кунсткамере. У него были прекрасные связи сначала с Петербургом, а потом с ленинградскими учеными. То есть человек, который работал всю свою жизнь. Он занимал довольно высокий пост в наркомпросе. И был даже период с 1919 году по 1926, когда он заведовал археологическим подотделом музейного отдела народного коммерциариата просвещения. Но судьба этого человека, казалось бы, внешне столь благополучной, была крайне трудной. Из четырех сыновей он потерял троих, причем при жизни. Пережил его только самый младший, Мстислав. Его дочь в начале 20-х, Лена, вышла замуж и эмигрировала из России. Был период у Городцова в конце 20-х, начале 30-х годов, когда он просто голодал, потому что его выбросили из исторического музея, из наркомпроса. У него умерла жена, и он практически лишился работы. Постепенно, конечно, ему удалось вернуться к делу, потому что личность была безаурядная. Личность была действительно выдающаяся во всех отношениях. Но сегодня нам хочется сказать о Городцове по-особому, потому что в 1957 году в исторический музей младшим сыном Городцовом Стиславом было передано архивное собрание отца, его личный архивный фонд с огромным количеством различных материалов, черновеков, статей, картотек, его колоссальная переписка. Но главное, там было 80 тетрадей дневников Городцова. Вообще, начался свои дневники Городцов вести еще в 19 веке, в 1892 году. И продолжал практически до самого конца своей жизни. Его последние дневниковые записи заканчиваются ноябрем 1944 года, а 3 февраля 1945 года, не дожив 50 дней до своего 85-летия, и 3 месяца до Великой Победы в Великой Отечественной войне, Городцов уже не стал. И когда этот фонд поступил, конец 50-х годов, ну вы сами понимаете, в те времена принято было издавать дневники, мемуары, воспоминания выдающихся государственных деятелей, членов правительства, знаменитых полководцев, крупных партийных деятелей, ну а как-то вот дневники ученых, дневники деятелей культуры, тем более музейных работников, ну что, как-то это все оставалось на периферии, их почти не было, в лучшем случае у каких-то сборных появлялись какие-то отрывки, и, к сожалению, первоначально к дневникам Городцову было такое же отношение. Они лежали в фонде отдела письменных источников исторического музея, до них просто не доходили руки, потому что в начале 60-х годов в музее появился отдел истории советского общества, потом музей готовился отмечать 50-летие Октябрьской революции, и потом, вслед за этим 70-м году, 20-го века, праздновалось столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина, а потом 50-летие образования СССР, в общем, дневники Городцова лежали, к ним очень редко кто обращался, они, кстати, даже мало кто знал в те времена. Ну вот в 80-е годы прошлого столетия наконец-то было сделано сотрудниками отдела письменных источников научное описание всего фонда Василия Алексеевича Городцова. Естественно, были подняты его дневниковые записи, и все были поражены, насколько богатейшая информация не только по науке, не только по археологии, но и о взаимоотношениях между людьми, о событиях, которые происходили в нашей стране в первой половине такого драматичного и бурного 20-го столетия, о жизни в Москве, о быте москвичей, о московском транспорте, о некрополе московских кладбищ, о замечательных связях, друзьях, учениках Городцова. Все это помещалось в его удивительных дневниках. Но сразу приступить к их подготовке к изданию не получилось. Исторический музей с середины 80-х годов вступил в долгий, сложный капитальный ремонт. Сотрудникам приходилось упаковывать фонды, перевозить их, регистрировать, инвентаризировать. То есть опять издание дневников, их подготовка к публикации была отложена в долгий ящик. Но вот наступило новое, не просто столетие, а тысячелетие. И в отделе письменных источников была создана авторская группа. Спасибо этим людям, что они, соединив свои усилия с Институтом археологии Российской Академии наук, начали эту огромную работу по подготовке первой части дневников Василия Алексеевича Городцова. В составе группы была Ирина Валентиновна Белозерова, Татьяна Александровна Цапина, Геннадий Стефанович Марштоупа, и очень крупный, серьезный специалист из Института археологии Российской Академии наук Сергей Владимирович Кузьминых. И вот эта вот четверка взялась за это, казалось бы, неподъемное, колоссальное дело. Комментирование, подготовка текстов, примечания, именные указатели. То есть, началась работа над серьезной, большой научной публикацией дневников. Первые два тома, из которых охватывающий период с 1928 по 1944 год, была издана уже в 2015 году. Спасибо Российскому гуманитарному научному фонду, который помог профинансировать это издание. И очень захотелось издать еще одну интереснейшую часть. Период Первой мировой войны. Была подготовлена эта часть всего за буквально несколько лет, с 1914 по 1918 годы, но не было средств, к сожалению, на ее издание. И мы обратились за помощью к Российскому историческому обществу. И встретили не просто понимание, но самую реальную и финансовую поддержку нашли в лице Российского исторического общества на издание двухтомника городцовских дневников. Вот за этот, казалось бы, не такой уж и большой, но чрезвычайно насыщенный и в жизни страны, и в жизни музея период. И вот в 2019 году, в той самой конференции, на которой отмечалось 100-летие российской академической археологии, этот двухтомник также увидел свет. Мы давно дружим с Российским историческим обществом. Мы всегда встречали в их лице поддержку, понимание. Они помогали нам в организации многих юбилейных и тематических выставок, в изданиях интересных книг. Поэтому отдельное им, конечно же, спасибо за помощь в издании еще одной значимой части дневников Василия Алексеевича Городцова. А ведь впереди еще очень большая и серьезная работа. Предстоит издание дневников за 1903-1913 годы. Ведь именно в 1903 году Городцов пришел уже на работу штатным сотрудником исторического музея. Это стоило, кстати, руководству, тогдашнему руководству музея в начале 20 века довольно больших усилий. Потому что ведь Городцов был кадровым офицером царской армии. И для того, чтобы его подтянуть к Москве и позволить ему, дать ему возможность работать в историческом музее, Ивану Егоровичу Забелину, Николаю Сергеевичу Щербатову, который был тогда правой рукой Забелина, Просковье Сергеевне Уваровой, которая очень хорошо знала Городцова по его участию в археологических съездах И сама возглавляла после смерти мужа Московское археологическое общество, Пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить великого князя Сергея Александровича, Который был на тот момент председателем исторического музея, И к тому же московским генерал-губернатором, А следовательно и командующими войсками Московского военного округа. Чтобы Городцова как бы приписали к московскому военному округу, Позволив ему главное усилие направить на работу в историческом музее, Что и было сделано. Так что работа над дневниками Городцова продолжается, Ведь впереди еще издание самой начальной части дневников Городцова, 1892-1903 годы, интереснейший период, Как бы подготовительный период к приходу в исторический музей. Правда эта часть дневников, ну как бы не совсем классическая что ли, Они перемежаются там воспоминаниями, Идут какие-то описания его многочисленных экспедиций, Путешествий, путевые заметки. То есть как бы эти дневники были, если хотите, многожанровыми что ли. Но информация в любом случае в них содержится интереснейшая и колоссальная. Городцову, конечно же, было непросто. Не просто было хотя бы потому, что в 1929 году, Его приписав к буржуазным элементам, Просто выбросили из музея. Уволили из наркомпроса. И вот этот вот период надломил Василия Алексеевича Городцова. В буквальном смысле этого слова. Впав в общай, оставшись практически без света существования, Он сжег большую часть своих дневников. Очень большую. Охватывающий период с 1919 года по 1930. Правда, прошло всего лишь несколько месяцев, Он понял, что совершил страшный поступок. И попытался по памяти восстановить дневники за три года. 1928, 1929, 1930. Ну, это было, конечно, уже не то, но все-таки лучше, чем ничего. А вот ту часть, которая относилась к 1918 году, По памяти восстановил его сын Игорь. Таким образом, у нас есть его дневник за 1918 год, Восстановленный по памяти сына Игоря. И есть восстановленные самим Городцовым его тетрадки за 1928, 1929 и 1930 годы. И вот этот вот бесценный источник, конечно же, работа над которым продолжается, будет продолжаться. И она привнесет много новых фактов, много новых сведений. Даст возможность исследователю увидеть кухню ученого. Увидеть и прочесть его мысли. Человека, который всю свою жизнь служил отечественной науке, служил отечественному образованию, Формировал школу, который шел слева тропой бескорыстной любви ко всему, что он считал для себя святым. А святым он считал, конечно же, свою родную науку, археологию, антропологию. И святым он считал своих учеников, которые сначала в 1929 году, как бы даже некоторые отвернулись от него, но потом, поняв, что они совершают страшное преступление и ошибку, даже уговорили его вернуться в ГИМ. Это произошло в 1933 году, правда, Городцову уже не позволяло здоровье, ему было тяжело и морально, и физически работать, поэтому он проработал всего 7 или 8 месяцев и, к сожалению, вынужден был уйти из музея, не видя в себе сил продолжать эту работу. Тем не менее, несмотря на все эти перипетии судьбы, на все эти страстные драмы своей жизни, его заслуги были оценены. Поздно, к сожалению, слишком поздно, но оценены. В 1934 году Городцов получил степень доктора исторических наук без защиты докторской диссертации, поскольку у него на тот момент, помимо учеников, имелось уже более 200 научных статей и трудов, известных как в нашей стране, так и за рубежом. Затем он стал заслуженным деятелем науки, а за несколько месяцев до своей кончины был удостоен высшей награды СССР того времени Ордена Ленина. Имя Василия Алексеевича Городцова заслужено и обоснованно вписано в историю отечественной археологии. Это подтверждается его замечательными трудами, актуальностью и яркостью его находок, тем богатством, которое он привнес в историю нашего родного исторического музея и академической археологии. Городцов стоит в одном ряду с такими выдающимися учеными, как Иван Егорович Забелин, граф Уваров, Бахрушин, Орешников, Сизо, Спиранский, Постникова-Волосева. Это золотой фонд не только исторического музея, но и всей исторической науки и культуры нашего Отечества. Нет никакого сомнения, что мы будем продолжать и работу над изданием его дневников, да и поколением будущих историков, будущих музейщиков. Есть чем заняться, ведь в фонде Городцова находится и колоссальная его научная переписка с различными исследователями разных стран и нашего Отечества. Я думаю, что и издания этих бесценных материалов также обогатят нашу историческую науку, и они тоже заслуживают того, чтобы быть введенными в научный оборот и послужить прочной источниковой базой для научных исследований. Продолжение следует...